Добрый вечер всем, здравствуйте! Вы на канале Апрель, с вами Манас Ачгитов, и сегодня я постараюсь ознакомить вас с наиболее заметными событиями этого дня. Расскажу о том, как прошла встреча президента с донорами, с представителями разных международных финансовых институтов и богатых стран. Джейнбеков просит помочь, и желательно деньгами, и желательно в большом количестве. Без помощи доноров у нас в стране ничего существенного сделать не получается. Расскажу также, почему гражданские активисты требуют отставки главы ГКНБ Росбека Опумбаева. Говорят, в системе госбезопасности полный бардак, и главный чекист должен уйти. И опять фактчекеры. Благодаря им стало известно, что Кубанычбек Джумалиев не такой уж и скромный депутат, как указано в его декларациях. У него, как выяснилось, знаете сколько фирм? Чтобы посчитать их, не хватит пальцев не только на руках, но и ногах. Кто знает, сколько денег доноры дали нашей стране за годы независимости? Для тех, кто не знает, 10 с половиной миллиардов долларов, 10 миллиардов американских баксов, 28 лет, как мы независимая страна. Эти 10 миллиардов, делю на 28, получается в среднем ежегодно нам выделяли по 375 миллионов долларов. А теперь поднимите руки те, кто представил, какая бы у нас сейчас была страна, если бы эти деньги до каждого доллара, до каждого цента реально шли на поставленные цели. Я тоже представил и расстроился. Самое обидное, друзья, что спустя четверть века нам опять говорят, без помощи доноров развития в стране не будет. Я бы по-другому сказал, подайте, пожалуйста, бывшей союзной республики на развитие. Примерно под таким девизом, что уж скрывать, сегодня в Бишкеке прошла встреча президента с донорами. Ну а официально сегодняшнюю донорскую конференцию назвали «Ускорение реформ для устойчивого развития». Кстати, это вторая по счету такая большая встреча Джейнбекова с донорами. О чем он говорил сегодня, расскажу чуть позже. А сейчас давайте вспомним, что он и премьер говорили, так сказать, партнером по развитию в прошлом году. Год назад президент Сарамбая Джейнбеков уже встречался с донорами и обещал обеспечить целевое использование их средств. За годы независимости международные организации оказали Кыргызстану помощь на 10 миллиардов долларов и реализовали 401 проект. Я знаю, были случаи, когда донорскую помощь использовали совсем на другие цели. Мы это устраним. Тогда же Всемирный банк одобрил новую рамочную программу партнерства на 2019-2022 годы. И в рамках этой программы решил выделить Кыргызстану 300 миллионов долларов для устойчивого экономического роста и стабильного сокращения бедности. В следующем году в экономику Кыргызстана планируется привлечь 250 миллиардов сомов. Большой вклад делают мигранты. Мигрант тоже инвестор. Прямые иностранные инвестиции должны достигнуть 800 миллионов долларов. В прошлом году их объем составил 851 миллион долларов. За полгода этого года 384 миллиона долларов. Государственный долг Кыргызстана превысил 4 миллиарда долларов. Большая часть это внешний долг более 3 миллиардов 700 миллионов долларов. И больше всего мы должны Китаю около 2 миллиардов долларов. Устранили проблемы, о которых в прошлом году говорил глава государства или нет, я не знаю. Но судя по тому, что он сегодня говорил на конференции, могу лишь повторить. Деньги стране по-прежнему нужны позарез. Причем очень в больших количествах. Например, на реабилитацию дорог международного значения еще необходимо порядка полумиллиарда долларов. Для Кыргызстана очень актуален вопрос повышения транзитного потенциала, а потому требуется ремонт имеющихся и строительства новых дорог. В настоящее время ведутся строительные работы на 13 магистральных дорогах. Выделяются средства из республиканского бюджета на проект строительства дорог. Вместе с тем мы нуждаемся в поддержке доноров. Для обеспечения безопасности на трассе Северюг дополнительно требуется 56 миллионов долларов. Попросил президент доноров помочь финансами, так сказать, повысить в Кыргызстане и энергопотенциал, чтобы электроэнергии не только для себя хватало, но и на экспорт продавать. А что для этого нужно? Правильно, деньги. Очень много денег. Перед нами стоит задача провести масштабную реконструкцию действующих гидроэнергетических объектов и построить новые, в том числе Камбаратинскую ГЭС-1 и Верхненарынский каскад, каскад Казарманской ГЭС. Для выполнения данных задач необходимо 4,5 миллиарда долларов. А если про экспорт, то с ним у нас действительно беда. Мы покупаем в 4 раза больше иностранных товаров, чем продаем свои. Но что нужно делать, чтобы исправить ситуацию и как в этом могут помочь международные доноры? Президент считает, что главная проблема для развития экспорта – это нехватка дешевых долгосрочных средств для производства. Поэтому, говорит он донорам, появилась необходимость создания специального института по финансированию экспортных операций. Интересно, поняли ли намек партнеры по развитию? Я надеюсь, что да. Ну а если в целом, сегодня президент просил доноров помочь поддержать реформы в разных сферах – в судебное, в сфере здравоохранения, национальный проект здоровья села и города, а также помочь повысить и развить социально-экономически наши приграничные районы. Не знаю, как вы, друзья, я лично буду очень рад, если доноры нам действительно помогут, потому как сами мы, как показал 28-летний опыт, мы не можем. Другой вопрос, что теперь скажут сами доноры? Наблюдая, как деньги-то, они пачками выделяют, а результата никакого. Яркий тому пример – проект Тазасу. Другим новостям в Санкт-Петербурге продолжается процесс по делу о теракте в метро. Одному из обвиняемых уроженцу Кыргызстана Аброру Азимову грозит наказание в виде пожизненного заключения. Гособвинение считает, что именно он и его старший брат организовали теракт два года назад в петербургском метро на перегоне между станциями Технологический институт и Сенная площадь. Жертвами взрыва тогда стали 11 человек. Были задержаны 9 подозреваемых. Месяц назад, напомним, Аброр Азимов, который после задержания дал признательные показания, полностью от них отказался и заявил, что его пытали в секретной тюрьме ФСБ. Адвокаты же братьев Азимовых, кстати, давно уже ставших гражданами России, заявляют о сфабрикованности видео задержания подозреваемых. Якобы пистолет и гранату им подбросили сами силовики и видео склеили так, что их обнаружили как будто при задержании. Меж тем правозащитники недовольны чекистами и в Кыргызстане. Рита Карасартова создала петицию на сайте change.org, в которой она призывает власть отправить главу ГКНБ в отставку. Причин это требовать, говорит, накопилось достаточно. Новости о краже вещественных доказательств, проходящих по уголовному делу в сумме 200 тысяч долларов в ГКНБ. В Баткенской области прокурор убит на охоте, на которой он был со своими коллегами, которые сейчас на свободе. Гражданин Китая Саймаити, который подозревался в пособничестве вывода денег из Кыргызстана, был знаком с консулом и ездил на консульском авто и был убит в Турции. Новости о пропаже 20 уголовных дел в ГУВД. Следователь Ксин вымогал взятку у гражданки за решение вопросов в досудебном порядке. Все эти события еще раз показывают с ужасающей очевидностью степень развала, разложения и криминализации государственных структур, призванных бороться с преступностью, коррупцией и обеспечивать безопасность граждан и национальную безопасность. Надо признать, что органы безопасности стали угрозой безопасности для существования государства и каждого гражданина. А мне вот интересно, если много людей подпишут эту петицию, что дальше? Неужели к этому прислушаются те, кому обращаются авторы петиции? Я очень уважаю Риту Карасартову, но мне кажется, что это бесполезно. А как думаете вы, друзья, пишите обязательно в комментариях, а я перехожу к другой теме, которую опять подкинули фактчекеры во главе с Болотом Тимировым? Коллеги не устают копаться в разных источниках и выводить на чистую воду тех, кто врет, скрывает или недоговаривает. На этот раз объектом их внимания стал бывший премьер-министр времен Оскара Акаева, а ныне депутат Джоорку Кенеша Кубан-Ичпек Джумалиев. Посмотрели его декларации о доходах, за прошлый год не нашли, депутат, оказывается, не сдал. Посмотрели за 15 и 16 годы. И их данные не совпали с данными Минюста. В декларациях депутат пишет, что имеет лишь один дом, одну квартиру и одну машину. А по базам данных Минюста и сервиса oso.kg Джумалиев, оказывается, является владельцем и совладельцем, внимание, 33 фирм. Причем 8 из них он открыл уже будучи депутатом. В числе бизнеса парламентария, школы, колледжи, университеты, стройкомпании, микрокредитные фирмы. Продолжать можно долго. Я же напомню, что по закону у нас в стране госслужащие, в том числе депутаты, не имеют права заниматься бизнесом, владеть госкомпаниями и так далее. Наши журналисты пытались связаться с Кубан-Ичпеком Джумалиевым, чтобы спросить, а так разве можно было, что ли? Но так и не дозвонились. А вот, что нам ответили в налоговой службе. Какое наказание ждет Кубан-Ичпека Джумалиева? В Генпрокуратуре заявили, что раньше, до вступления в силу новых кодексов, вопрос решался в суде в административном порядке. Сейчас же такие дела регулирует кодекс о нарушениях. Госслужащие получают дисциплинарные наказания. Ну а что же депутаты? А я почему-то уверен, что Джумалиев не единственный депутат, который по декларации только дом и машина, а на деле мистер Твистер, бывший министр, владелец заводов, газет пароходов, банкир и богач на океане играет в мяч. Друзья, всем желаю стать чуточку богаче, делайте это правда законно. А еще делитесь нашими новостями. Всем пока, увидимся, когда увидимся.